Российская Федерация застаётся главным стратегичным партнёром Могилёвской области. Про это поведоми у старшиня Могилёвского облывыконкама Владимир Доманевский подчас презентации региона в Москве. 73% продукции, что экспортуется, приходится минавито на российский рынок. Дни Могилёвской области в Москве дозволят захавать становшую динамику. Подраблязности с места падею в наступном материале. У днях Могилёвской области в Москве удельничали керовники буйных промысловых предприемств и представники уладов обо двух боков. Падея была богата на бизнес-сустречи и культурное мероприемство. Головной пляцовкой стало посольство Республики Беларусь у России. Могилёвская область супрацовничает со 120 регионами Российской Федерации. И такие комплексные презентации сприяют росту товарообороту. Во час пленарного посаджения Могилёвский облаканкам подписал документы об супрацовничестве с префектурой у Сходней администрационной округи города Москвы и у Радам Тульской в области. Даречи, с Тульским регионом Могилёвщина уже год супрацовничает у предприемательства и гандли социальной сферы. Я хочу сказать, что в целом на уровне государства хорошо развиваются отношения, но на региональном уровне мы ближе к людям и мы можем более тоньше и правильнее понимать, что нужно самим людям, жителям и Могилёвской области, и города Москвы. На Москву доводится больше за 13% экспорту Могилёвской области, але и у инших российских регионах вядома добрая якость продукции, якую вырабляют наши предприемства. В нашем Санкт-Петербурге, что касаемо нашего Петродворцова района, нашими жителями пользуются особым успехом. Это гастрономические товары, консервы, молочные товары. Наши жители очень любят эти продукты, пользуются спросом и ковровые изделия, ну и, конечно, текстильные продукты. Конкретно сказать, что уже после этого мы получим какие-то контракты, нет, но самое главное, многие у нас ещё лучше узнают, узнают наши возможности, узнают способность нашей удовлетворять потребность людей. Мое значение и распознавальность продукции. Так, Могилёвский мясокомбинат, дякруче тесным субедям со спожилцами, распроцевал новую упаковку и гандлёвый знак. До конца года у планах реализовать до 200 тонн продукции под этой маркой. И под этим знаком в Российской Федерации будет продаваться только продукция Могилёвского мясокомбината через одну дистрибьюторскую компанию. Сейчас у нас уже отработано около 20 наименований продукции. Наука и медицина – так само важные сферы регионального взаимодействия. Погоднение о всупроцовнестве подписали Могилёвская городская больница худкой медицинской допомоги и Московская клиничная больница имя Иноземцева. Фактически мы идентичные больницы по количеству коек, по видам оказания медицинской помощи. Я был приятно удивлен, что они владеют всем арсеналом, который делается в московских больницах. Такие встречи – это обмен вопытом у Шерогу Накерунка, у социальным, культурным, туристичным, гандлёво-экономичным. И або два баки упэлнены, и он пойдет на карысть. Презентация Могилёвской области в Москве дозволила умысовать уже иснуючую связи и вынуждать перспективы дальнейшей суместной работы. Вытворцы шекают новых контрактов покупники якостной продукции.